Я объяснил бы это тем, что сегодняшнее руководство Российской Федерации в сегодняшнем правительстве Республики Молдова видит враждебную себе силу в регионе. И правительство Российской Федерации считает, что при этом правительстве Республики Молдова интересы Российской Федерации в Приднестровье, в Республике Молдова будут ущемляться. И поэтому Российская Федерация сегодня делает всё возможное для того, чтобы спровоцировать нестабильность, внутреннюю дестабилизацию в Республике Молдова и заменить это правительство на более лояльное своим интересам, более дружелюбное, более такое, менее способное на то, чтобы вот эти стратегические интересы, в том виде, в котором понимает Российская Федерация, нарушались. И поэтому, если хотите, то, что мы видели с высылкой дипломатов, это, наверное, даже определенный способ защиты со стороны правительства Республики Молдова. Потому что совершенно хорошо известно, и, конечно же, эта информация, которую мы все увидели, это понятное дело, что это не только информация, которая идет от органов власти Молдовы. Наверняка до такого рода утверждения, такого рода выводы с ними нам достаточно серьезно помогли внешние партнеры, потому что без них, я думаю, было бы очень сложно нашими внутренними силами и средствами раскрыть такого рода вещи. Так вот, правительство Республики Молдова, если хотите, оно, наверное, в каком-то смысле защищается, потому что они пытаются защитить себя от действий по дестабилизации ситуации в Республике Молдова сейчас, но самое важное, от таких действий, которые наверняка последуют в будущем, потому что у нас сейчас будет целый ряд очень важных внутриполитических событий. Это местные выборы, потом президентские выборы, потом парламентские выборы, и от этого будет зависеть того, какой будет расклад власти в Республике Молдова. Продолжение следует... Продолжение следует...